Всем привет! Меня зовут Саша и в сегодняшнем видео мы с вами разберем тренды в макияже 2021 года. Но перед тем, как начать это видео, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте комментировать это видео, ставить лайки, а также не забывайте, что у меня есть инстаграм с полезным бьюти-контентом. Первый тренд, наверное, будет мой самый любимый в этом году, это розовый акцент. Розовый акцент и в принципе розовый цвет сейчас очень актуален, что я имею ввиду, к примеру, вот как у меня сейчас розовые тени, но они скорее более лиловые или, к примеру, у вас розовая яркая помада и это будет очень сочно, очень актуально и это очень просто. Но не забывайте, чтобы у вас макияж все-таки гармонировал немного с одеждой. Я большая фанатка розового цвета, поэтому для меня этот тренд просто-просто уже у меня в сердце и я 100% буду его использовать, потому что для меня розовый цвет, как я уже сказала, очень-очень актуальный. Да и в принципе, мне кажется, наконец-то-наконец-то у нас макияж уходит от вот этого банального нюда и добавляются какие-то яркие акценты, яркие оттенки, которые помогают вам уйти от повседневности и добавить краски в жизнь. Также, как розовый акцент, вы можете использовать не только помаду или тени, вы можете использовать и подводку, к примеру, даже помаду можете использовать как подводку. Это будет очень здорово по-современному выглядеть и дополнять ваш общий образ. Следующий тренд, о котором я уже сегодня позаботилась и показалась у себя на глазах, использовала, вернее, у себя на глазах, это яркий, одинокий, как я это упоминаю, оттенок на все подвижные века. Сейчас как раз-таки вы у меня можете наблюдать. У меня сейчас на глазах вот этот вот розово-лиловый оттенок, и он, ну, я просто хотела гармонировать с блюзкой, мне кажется, у меня это вышло, и сейчас это очень актуально. Вы, к примеру, можете использовать один яркий оттенок на все подвижные века, к примеру, либо это кремовые тени, либо даже помаду можете яркую использовать на все подвижные века, и это настолько освежает, это добавляет красок, мне кажется, это максимально весенний-летний тренд, потому что именно летом, именно весной хочется прям побольше красок, побольше цвета добавлять в макияж. Плюс для такого макияжа нету необходимости каких-то сверхнавыков, потому что, ну, один оттенок распределить, в принципе, очень просто. Но, опять же, если вы используете сухие тени яркие, то не забывайте, что, скорее всего, вам понадобится подложка, это могут быть и кремовые тени, либо это может быть помада, или другой кремовый продукт, который может служить вам подложкой, или же, вот как сегодня я использовала методом наслаивания, я использовала клей для глиттера от NYX, потому что у меня здесь не слишком яркий оттенок, он более пастельный, и тяжело найти подложку именно в таком оттенке, поэтому я решила вот таким вот способом выйти из ситуации, о каких-то других навыках говорить, собственно, и нет смысла, потому что это очень просто, и это очень здорово, поэтому я вот прям советую вам попробовать этот тренд в 2021 году. И следующий тренд — это персиковые румяна. Мне кажется, это очень здоровский, очень юзабельный тренд, потому что, мне кажется, персиковые румяна — это не такая уж экстраординарная вещь, и может почти что любое внедрить в свой повседневный макияжный рацион, так что это 100%, я тоже советую вам использовать, потому что персиковые, такие более кирпичные румяна, они всегда освежают образ, они всегда добавляют какой-то вот нотки свежести, и всегда преображают, так что это тоже очень-очень такой тренд, который, мне кажется, подходит всем, так что обязательно попробуйте, если вы еще как-то не используете персиковые румяна, то самое время в 2021 году начать это делать. Четвертый тренд — это только красная помада. Голое лицо и красная помада, но, знаете, этот тренд нужно научиться использовать. Кажется, что это очень просто всего лишь накрасить красную помаду, и ты уже готов, весь такой тренди, весь такой из себя, но на самом деле нет. Кажется, что красная помада подходит всем, это так, но нужно выбрать правильный оттенок. Сейчас в тренде будет такая вот алая помада, но мне кажется, если у вас идеально ровная кожа, если у вас нету акне, нет пустакне, нет каких-то покраснений, нету выраженных сосудов, нету выраженных венок на лице, то вы спокойно можете использовать просто красную помаду без выровненного тона и прочего-прочего. Но опять же, если вас природа не наградила классной кожей, то все-таки я советую в любом случае выровнять тон, сделать скульптуру лица, и тогда уже использовать, собственно, красную помаду, либо если у вас не совсем уж какое-то суперпроблемное лицо, то всего лишь можно использовать консилер, а потом уже накрасить губы красной помадой, потому что, ну, собственно, красный оттенок, он будет всегда выделять другие красные оттенки, которые уже есть у вас на лице. И если вы, собственно, с проблемной, как у меня, к примеру, кожей, накрасите губы красной помадой, то вероятно, что красная помада подчеркнет все ваши несовершенства, она, собственно, велика. Но опять же, тренд абсолютно здоровский, абсолютно такой носибельный, абсолютно повседневный, мне кажется, потому что, ну что, мы выровняем тон, сделаем скульптуру лица, накрасим губы, и мы уже все такие тренди, все такие модницы. Так что, мне кажется, тоже очень носибельный тренд, так что попробуйте. Это также выглядит свишо, это выглядит актуально, это не выглядит как-то, знаете, непонятно, как-то странно, это выглядит стильно, и это выглядит сочнее. Пятый тренд, мы уже добрались до пятого тренда, и это черная подводка, черный лайнер. Это когда, знаете, у меня немножко отсылка в 2009 какой-то год, не знаю, или в 2012, когда я краситься начала, у меня был такой вот тренд в голове, когда я начинала краситься, у меня... Вообще, начала я краситься, когда у меня, собственно, появились проблемы с кожей, я начала сначала консилером и тональником пользоваться. Вот. И потом я уже поняла, что что-то интересное происходит, я купила себе черный лайнер, такой вот черный карандаш, очень стойкий, я подводила себе вот здесь вот нижнее веко, также подводила себе ресничную линию, и думала, что я вам выгляжу просто шикарно. Блин, ну, мне, скорее всего, не удастся же найти эти фотографии, но это выглядело отвратительно. Я училась, наверное, в шестом или в пятом классе, вот представляете, такая пятиклассница идет с черными глазами. Это ужас, короче, это был, наверное, трэш, но туда я еще не поняла, что есть карандаши для бровей, слава богу, я добралась только где-то в седьмом классе, но ладно. Ну, сейчас это тренд, то есть сейчас очень классно, но здесь уже необходимый навык нужен, чтобы как-то красить глаза, потому что, собственно, с черным лайнером ты можешь выглядеть как будто ты только что сошла с подиума, или ты только что вышла неважно откуда. Здесь нужен определенный навык, здесь прям нужно отработать схему, здесь не получится первый раз попробовать и выйти на улицу, здесь нужно хорошо понимать, что нужно и к слезистую прокрашивание, здесь нужно и классно подводить нижнее веко, также закреплять это все черными тенями. Мне кажется, этот тренд не совсем повседневный, но, опять же, на какие-то вечеринки, на какие-то тусовки это будет выглядеть максимально здорово и максимально трендово. Я сама думала, когда-нибудь в этом году попробую этот тренд, может быть, даже для видео, не знаю, может быть, может быть, просто для какого-нибудь макияжного моего экспириенса в Инстаграм или в ТикТок, поэтому, кстати, не забывайте подписываться на мой ТикТок тоже, я там также делюсь всякими макияжами, да и, в принципе, эстетиками, и про косметику там очень часто рассказываю, мини-реклама внутри видео. Ну, ладно, собственно, я слишком долго про этот лайнер говорю, но, опять же, мне кажется, это тоже выглядит очень актуально и очень современно, поэтому стоит это попробовать, но, опять же, мне кажется, вот прошлые тренды можно прям каждый день использовать, но этот, он скорее такие на тусовки, на вечеринки, на какие-то, я не знаю, там, посиделки с подружками, с друзьями, и просто куда хочется поэкспериментировать, но каждый день, я бы так, наверное, не ходила, но если у вас такой стиль, тоже такой гранжевый, мне кажется, что для вас на каждый день это очень здоровский вариант. Шестой тренд, который, мне кажется, как раз-таки полюбят девчонки, которые любят все натуральное, все любят очень такое вот настоящее, сияющее, это эффект влажной кожи, это когда наша кожа как будто очень здоровая, светится прям изнутри, я думаю, что вот когда у меня будет мастхэва для весенних макияжей, я расскажу как раз-таки про продукты, которые необходимы для таких вот макияжей, но сейчас я просто упомяну, что для таких макияжей как раз-таки необходимы кремовые продукты, почему? Потому что именно они создают максимальную естественность, они как раз-таки не создают пудровости макияжу, они как раз-таки создают вот этот эффект сияния, эффект влажной кожи, что и требует вот этот тренд, поэтому в таких макияжах лучше минимализировать использование пудры, минимализировать использование пудровых продуктов, а больше обратить внимание как раз-таки на кремовые продукты. Последний уже тренд, как мы быстро добрались до седьмого тренда, Это монохром Опять же, вот это меня максимально вдохновляет Потому что здесь можно также экспериментировать К примеру, если, опять же, розовые тени Пожалуйста, таким же оттенком можете добавить, разбавить свои губы Или же вы можете нанести помаду розовую Какую-нибудь красную, бордовую В общем, какую хотите, какая вам нравится Фиолетовую, пожалуйста То от Lillow, кстати Вот помаду, вот это, в общем, максимальный мультипродукт Для этого сезона, мне кажется Потому что можно и кремовый румяна сделать этим оттенком И губы накрасить И так же, как кремовые тени использовать Это будет максимально здорово Но, опять же, не забывайте, что, скорее всего, кремовые тени а-ля помаду Нужно будет закрепить каким-нибудь светлым оттенком Вот, и это будет так выглядеть свежо Так выглядеть в тренде, по-настоящему Так что, мне кажется, это тоже максимально используемый тренд И максимально носибельный И вы будете выглядеть просто на все сто Я сто процентов буду использовать этот тренд Он для меня очень и очень вдохновляющий Ну вот, собственно, я и поделилась всеми трендами Которые у нас будут в 2021 году Не забывайте экспериментировать в макияже Я надеюсь, это видео вдохновило вас на эксперименты Так что, спасибо, что досмотрели это видео до конца Пока!